здравствуйте друзья добрый вечер я пользуюсь оказией такое что светлана со мной сидит в салоне автомобиля а светлана у нас большой специалист по автоматическому тестированию и плюс она глубокий знаток американской жизни поэтому света на это я так я представлю вот ничего страшного и вот такой вопрос свет понимаешь все знают что вот experience как бы да вот experience без экспириенса не берут вот мы сейчас говорим там на медработник там два года experience если ты пойдешь там где-нибудь на дайсе посмотришь объявление на тестер нет такого чтобы вот выпускника там курсом хотели больше все хотят ну хотя бы два года experience и вот-вот вроде все хотят experience вот давай начнем вот experience это что свет дело в том что откуда появляются вот эти описание job description никто не хочет в принципе когда приходишь на работу тобой никто не занимается тебя никто не говорит вот тебе человеку то он будет тебя вводить в курс дела ты предоставлен сам себе и вот если сравнивать когда ты приходишь на работу в америке по своим тем как ты работал в россии гораздо больше закрытости я бы так сказал то есть как бы я очень много лет работала консультантом среди других консультантов они не хотят делиться информацией почему-то тут вполне сознательно чего я свои бабки отрабатываю чем буду делиться своим умом доходи а я всегда делюсь потому что ты вот такой альтроист мне так нравилось люди не делились люди не особо делимся делимся не большой охоты поэтому если ты например выпускник колледжа здесь мы знаем что в колледжах учит только самым общим основам их не учит тому что ты пришел на работу и нужно чем-то заниматься ну естественно их очень более фундаментальным основам друча который приходит на работу да в принципе не знает как поступиться то есть должен кто-то показать вот этого показать не происходит если только тебя не выберут когда-то выпускник колледжа и тебе кого-то не представляет как у кого-то может спросить но позади если они сознательно берут выпускника колледжа то часть этого дома это ответить на вопрос кто будет им заниматься совершенно верно когда вообще в принципе никто не хочет не им заниматься поэтому вот то что написано два года требуется опыт имеется ввиду чек придет и нибудь никому голову морочит а придет и будет знать чем ему заниматься и собственно эту именно роль это не значит что допустим без двух лет реального опыта он не сможет освоиться в нашей области в киеве приобретается что достаточно там трехмесячной практики да и ты уже осваиваешь примерный рабочий день до что ты приходишь на работу что ты делаешь как в последовательности и как себя вести это тот опыт фактически по которым можно заказать что у тебя есть два года на медицине так нельзя понимаешь там там действительно нужно есть кровь берешь уже попадать все-таки вену да нету подать и вот-вот мне слово закосить меня немножко давай мы с ним разберемся все-таки экспириенс это он что измеряется в годах в месяцах или он измеряется в задачах которые ты можешь решать потому что я я то на самом деле сторонник того что экспириенс на самом деле это то что ты можешь делать и поэтому есть люди которые за три месяца могут сделать больше чем другой который два года сидел и кнопку нажимал поэтому но есть практика залоги чтобы закосить один на то чтобы соответствовать правильно но есть же вопрос то что есть некоторые не надо путать например как бы реальную практику найма людей с навыками и умениями конкретного человека потому что мы знаем что войне объяснил в америке полно людей в особенности на низкооплачиваемых работах которые раньше чем за два года это не освоит мы же не говорим что мы имеем дело сразу это за два-три месяца могут именно подхватить саму суть да и потом ее продемонстрировать общая практика такова что требуется два года откуда оно пошло мы не знаем наверное был за этим какой-то опыт связанный с тем что люди не усваивали раньше чем за два года если ты усвоил так ты молодец написался два года пошел и устроился на работу и работаешь успешно потому сами через это проходили причем когда мы поняли что речь тут не в двух годах реально между прочим это общая практика я тебе скажу так если ты хочешь получить строительную лицензию ты не имеешь права тебя к экзаменам не допустят до того как ты реально два года проработаешь наемным сотрудником у генерального контракта не четыре нет два понимаешь то есть эта практика повсеместная эта практика которая устоялась узаконилась пришла людям в виде вот такой мысли да и она как бы стандартная процедура поэтому но нам нам-то ведь что пришлось нам пришлось когда мы искали работу пересмотреть то что бы раньше делали и вычленить элементы тестирования в том что мы делали раньше но тестирование является в целом вот почему уже 25 лет прошло да и 25 лет не укасает спрос на эту профессию путь шумоу почему потому что тестирование самая уникальная образ которая связана абсолютно с любым родом деятельности так понимаешь то есть чем бы ты не занимался ты занимаешься тестировании частности в частности ты должен понять а что то что ты делаешь аналитики на к emotion point информиты ты правильно это делаешь или нет то есть и должен клови как стандарт-我們 с чем-то сравнивать то есть это надо но и действительно мы говорим там в случае о тестировании в области суппорта поскольку растет количество программ и девайсов и всего-то нужно кому-то чтобы кто-то проверял сроки сокращаются сроки сокращаются сегодня наверное уже 50 на 50 наверное с девелоперами соотношения в крупных компаниях не меньше программистов и тестеров а вот поэтому но действительно человек который обладает здравым смыслом который и допустим в другой стране отличался наличием этого здравого смысла как-то усваивал то что быстро схватывает да схватывает суть да какой-то они вполне успешно могут именно в себе реализовать значит ли это что они могут другой области себя реализовать не знаю очень много кстати среди наших знакомых которые в россии были инженерами здесь пришли и приехали в америку и сказали нет мы не хотим заниматься инженерным делом как раз переучимся вот в этих самых девочки девочки да и даже дошли до мастера в регистрации и так далее и это уже очень серьезно в нерзи их мастер в нерзи их каким-то образом российская система советская система блокировал не давала им развиваться именно в этом направлении они вынуждены были получить инженерное образование работать а здесь они получили возможность реализоваться таким давай мы вернемся к спириенсу все таки вот когда человека берут на работу по что здесь как бы два момента я бы так сказал вот наверно ты согласишься как разумный чем значит да есть момент вот какой есть момент попасть на интервью есть момент пройти интервью получается такая история значит попасть на интервью как бы непросто потому что там есть какие-то заслоны состоящие из рекрутеров которые вообще не понимают о чем речь каких-то формальных требований которые написаны и на 8 процентов не соответствует тому как они реально нанимают вот эти job descriptions которые растут и как я не знаю что и есть дальше само интервью вот и когда ты попадаешь на это интервью это это следующая стадия в которой ты должен показать что ты можешь делать работу я бы даже сказал что здесь три три давайте три этапа это первое чтобы тебя позвали на интервью до 2 этап это прохождение интервью и третий этап это сама работа я бы так сказал согласен потому что на каждом этапе нужно каждый этап рассматривать по отдельности и на каждом этапе нужно обладать некоторым набором умений и навыков чтобы успешно так пройти да это разные три набора причем что хочу сказать что за 20 лет например с 25 лет уровень попадения человека на интервью не уровень падения скажем так а процесс попадания попадания он сильно изменился то есть когда мы начинали только эти агентства были абсолютно белые там был один подход сегодня в основном индусы держите агентство это другой подход совершенно но если ты освоил практику и это нужно знать там есть вещи которые нужно просто знать как себя вести с рекрутерами то ты будешь успешно проходить этот этап имея в наличии опять же хорошо составлю грамотно грамотно составленный резюме на который эти рекрутеры плюют второй этап это прохождение интервью в компании это я всегда называю спектаклем в котором каждая сторона должна знать свою роль чем лучше ты знаешь свою роль в этом спектакле тем больше шансов что пройдешь интервью это не имеет никакого отношения к тому будешь ли ты успешным работником или ты будешь не успешно я только хочу сказать что если мы говорим про тестирование это все-таки относится к начальным этапам там где синера позиция там все-таки нужно техническое интервью пройти это уже не столько спектакль сколько все-таки надо надо продемонстрировать какие-то знания в основном простые интервью где речь идет о ручном тестировании там все-таки очень много разговоров там о твоем опыте работы какие вопросы мы в общем там это для простых позиций для простых позиций и нужно все-таки понимать что тебя спрашивает и что они хотят услышать очень важно поэтому называют спектаклем где ты за свою роль отыграть надо свою роль хорошо отыграть сверхзадача сквозное действие да ну дальше ты попадаешь на реальную работу и все начинается сначала и ты думаешь о елки-палки как бы меня не разоблачили потому что нужно сдавать щеки и делать вид что ты знаешь о чем речь или это бывает что и не знаешь и время занимает разбираться в этом у меня был у нас с тобой есть общий знакомый который связист и мы собственно да и его взяли работать электронщиком но он не знал многие вещи и он вот говорил что первое время он сидел не было такое ощущение что там как немецкий шпион которого сейчас пионеры с галстуках придут и разоблачат у меня было такое ощущение правда просто я скажу что вот у меня самая первая работа где я начала работать тестером этого в компании xerox 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 и я уже умела пользоваться ли кто-то интернета еще не было как никакого и электронной почты я умела уже пользоваться то есть отправить мил я могла но когда наш project lead вдруг сказал что я должна послать файл со спредшит файлы с милом я была в шоке я думал как же пошлю сын это не знала про то что я не стал предоставить еду и начало вообще я была в шоке просто что какое место его туда куда его их и как и как этот файл наш придет другому человеку вот и мой файл то есть я была в шоке мне приходилось там как-то он меня спросила ну послушаем прошло 25 лет но во всяком случае бывают такие вот вещи не загонять тупик и ты не можешь прийти сказать я не понимаю о чем идет речь да потому что ты именно вот попал не не свои сани и думает как бы тебя не а ты знаешь а ты знаешь я работал в одном кубике с девочкой она была программистом на юниксе она матерая была она была синер но она была юникс на а я был windows парень но мы работали вот на проекте продвижен где было и то и другое и я юникс так как-то коряво она windows windows не не знаю и вот мы так сидим и так мы тайком значит друг другу ночи я и показываю там про windows она мне тайком проект ей неудобно понимать что она про windows ничего не знать синер лобов девелопера а мне как-то нехорошо что я вот юниксом то есть ты можешь быть очень опытным и все время попадаю меня я случайно совершенно причем я не знаю каким чудом меня туда взяли взяли меня по телефону компания информикс сейчас уже этой компании нет я купил туда купил или разорились они не знаю но меня туда взяли каким-то чудом по телефону я вообще не знал с кем я разговариваю через агентство разговаривал с менеджером все он говорит выходи все я вышла а я никогда не работал на юниксе до этого да и вот я вышла и там было очень я ушла туда как-то автоматизаторы там действительно было очень огромное количество скриптов они были все на юниксе они для меня были вообще как заполдованный группе общение потому что написано спросить не у кого и я была единственной женщиной в команде из девяти человек индусов все были индусы все были мужчины почему-то да и мне нужно было эти скрипты гонять где-то там ошибки какие-то нужно что-то исправлять и как я мучилась там это одному богу известно но не знаю почему у меня вот этот менеджер который взял по телефону очень любил когда я уже работал в microsoft он мне уже предлагал работу с другими компаниями хотя с этими скриптами я буквально на уровне интуиции что-то там исправляла потому что толком не могла понять даже что там написано ну да хорошо это это знакомо всем я вот все-таки к чему клоню есть опыт и квалификация три как ты сказал я согласен с времен значит первое это разговор с рекрутером чтобы попасть на интервью это не только разговор с рекрутером это это имеется ввиду что ну конечно ведь мы должны быть возьмите могут помочь сделать но дальше ты должен его вывесить ты должен его апдейт ему делать ты должен разговаривать к тебе звонят и если ты первые три разговора ты весь мокрый понимаешь то следующие 10 ты уже ничего бываешь там и тогда и когда тебя начинают уже звать на интервью компания да тогда ты начинается другая статистика проходит там допустим спите первых пяти интервью ты например не получил но за первые пять интервью тебя спросили все что могли спросить следующие 5 интервью не будет практически ни одного вопроса который тебе еще не задали поэтому если чек готовится после каждого интервью приходит домой и смотрит что его спросили что он ответил как было лучше ответить чего он не знал то через пять интервью он абсолютно но можно сказать идеальный человек со следующих пяти у него будет два-три офера знаешь как получается то есть вот она укатывает 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 пахты вышел на работу и даже если ты работал вот я тебя слушают и думает а чего же если он с опытом чего же ему там он не знает чего-то то он не знает половину того что даже с опытом нет но дело в том что в тестировании это тоже отличительная особенность наверное программирование тоже с этим приходится сталкиваться подачи на совершенно другой продукт то есть неважно каким это человеком дает абсолютно другой продукт который написан в другом языке совершенно другой интерфейс и у тебя занимает какое-то время разобраться общаешься собственно это такое что едят слушай я помню на одну работу на первой работе мы там работали под выгнуть вторая работа там сплошная мультимедия была тоже под выгнуть третья работа там с макинтошем слушай там windows и mac а я маг первый раз жизни вижу и я хочу дить дискетку слышь вынуть я нажимаю кнопочку и он отключает выключает компьютер мне как ты что делаешь так вот бросить ее сюда в этот трешке там на десктопе откуда я знаю правильно значит тут тут это потом следующее было там с юниксом потом я там менеджером был автоматизацию порно где писал до этого практически не писал ваш каждая работа это просто вот что называется взрыв мозга и ты может быть сколько угодно опытный при этом но если ты не будешь делать каждый раз новое что-то тот и сейчас появляется какой-то некоторый кругозор да и некоторые совместы ты понимаешь что неважно что тебе попадется на проекте то ты как-то разберешься откуда свет люди находят первую работу вот допустим он не выпускник университета хотя мы знаем полно выпускников университета которых не взяли с кэмпуса компания не пришла за ним и не забрала его откуда люди находят первую работу там где у них ноль экспириенса но очень плохо они находят работу к нам кстати приходят выпускники университетов которые по специальности это софтер инженер не могут найти работу в основном это не компьютерщики приходят с других профессий не важно и компьютерщики тоже тоже бывают потому что они не знают вот этих первых двух фаз как разослать грамотное резюме как его составить или как пройти интервью они не вводят эти вопросы знаешь как-то раз вот yahoo answers я забрел не помню чем это занесло и там парень молодой из колледжа из университета и говорит вот как сделать резюме чтобы звали так от меня не зовут я не знаю что написать презюме и там люди ему как что-то не советует такое знаешь а я уже с нашим вот этим вот прошлом как бы его школьными делами я могу ну послушали бы ты же делал курса у тебя были проекты у тебя были курсовые у тебя были какие-то там дипломные работы вот возьми свой проект вот как как если бы ты был на работе и напиши там 10 буллетов что-то делал на этом проекте напиши еще 10 буллетов что-то делал там на дипломном проекте напишите 10 буллетов не пиши чтобы проект вот с таким названием ты знаешь что это ты уже со своей высоты своего положения правильно но это и есть experience вот я тебе скажу возвращаясь в наше прошлое когда мы только приехали у нас не было никакого опыта и нам нужно было фактически наш советский опыт каким-то образом ну там присобачить переписать на берегов его да а он не совсем ложился на такой лад и в этих термин поэтому что я делал это лишь рассказывал где-то я запрашивала в каждой компании джок скрипшин вот то что сейчас можно просто с веб-сайта в сайт тогда не было если ты не знаешь термины дата в их терминах в описании джок скрипшин вставить свои слова которых ты понимаешь о чем идет речь то есть там нужно взять ту часть общую которая подождает все на узнавание все процессы очень сильно формализованы где-то компьютерные системы отсекают и ищут ключевые слова если взять часть слов из их джок скрипшин поставить свою предметную область да то скорее всего автоматически тебя вытащить человек из и чар желтым фломастером хайлайт нет да вот это не вникая в сути треникаемая даже какая там суть это тоже один из пути другой дело что люди этого не понимают и они не делают этого естественно я помню светлана искала работу ей пришла в голову такая идея заниматься корпоративным тренингом внутри компании да а я тебе расскажу значит и она но на пич дипа и дюкейшн пойти надо вот с образованием но внутри компании и она позиции надо семь или восемь таких было она их нашла и сделала 7 там или восемь вот сколько позиции было столько она сделала резюме вот под эти джок дискрипшин и и вызывали практически с каждого раза основного резюме ты не помнишь я тебя возил до сан-франциско в сан-хосе на интервью я не помню но дело в том что это правда до тех пор пока я стала тестером да я под каждую позицию писала отдельное резюме используя их слова и меня очень часто звали меня например позвали на позицию human resources компании который я потом уже работала тестер а там их было 200 человек да они только начинались в подвале на human resources именно потому что я использовала их слова и это был некоторый ключ но что произошло вот дальше не работала вот пройти интервью она не могла то есть она освоила как попасть на интервью а пройти уже не могла потому что на тот момент мы не знали правил прохождения интервью если бы мы были такие умные тогда как сейчас то может быть я бы до сих пор работал компоненты да ты б уже была большим начальником ну хорошо значит я вот что хотел может быть сказать в завершение нашего разговоров мы скоро достаем и будем уходить поэтому вот что я хочу сказать в сегодняшнем мире в современном мире если мы говорим про программирование или например про тестирование программное обеспечение не так сложно найти место где вы получите опыт практически живой настоящий на проектах даже без того чтобы учиться там где-то в какой-то формальной системе образования скажем такой даже такой как наш вы вы можете начитаться книжек вы можете насмотреться видео вы можете там как угодно осваивать материал после этого пойдете в google и наберете там что-нибудь open source project какие-нибудь там и ищите там их много там целые каталоги есть этих open source там на разные темы и по мобилкам и по вы и на windows и на вебе там еще что-то ищите проекты которые вам нравятся пусть будет 10 этих проектов вот и начните там по одному значит обратитесь на этот проект скажите я вот изучаю тестирование мне очень понравился ваш проект ваше описание если у меня возьмете там тестировать без денег и над денег это что же вы не 8 часов день там должны сидеть ну там пару часиков и у вас появятся люди которые вас знают которые вам reference потом дадут вы можете жить где угодно вы можете жить в тюмени или там я не знаю в севастополе и можете при этом участвовать в американских проектах настоящих живых тут прямо из кремниевой долины и так далее и у вас будет в резюме опыт настоящий то что это было два часа в день а не 10 часов в день это все за кадром то что это было револл да удаленно а не допустим это было прямо там в офисе это за кадром то что вам платили деньги или не платили деньги или сколько вам платили или не платили это тоже все за кадром у вас резюме и в нем написан опыт американский и там проект и у вас референсы есть и когда вас позвали на интервью и когда вас уже хотят взять и там возникает вопрос а сколько платили там или чего-то платили вы пишите что это было там в облике пишите что это было волонтерские проекты чтобы там допустим делали свободное от работы время это уже неважно у вас оффер есть вот и все поэтому я бы так отнесся к этому что вот есть все таки есть опыт есть то что ты умеешь делать можешь взять и сделать иногда немножко на вырос приходится иногда немножко на вырос писать резюме потому что ну за две недели разберешься там на месте ничего страшного то что вы написали бумажку не написав которой вы просто никогда не попадете на интервью очень умные те у кого там 10 лет опыта и они вам рассказывают как искать работу но они не в курсе как вам искать если будете следовать их советам вы ничего не найдете поэтому ей там кого за руку привели там кто-то и они вам рассказывают как надо работу искать но на самом деле еще раз сегодня нет вообще проблемы экспириенса никакой вот идите на опыт проекта вот там у нас ребята на ютесте говорят что там в россии и украине не дают особо проектов ютестов сколько хочешь бери причем еще выберешь чего там надо или там и полно будет таких ребят которые вам скажут слушай давай там потестируешь там у нас сейчас вот три месяца потестируешь а я потом там референсов дам там до полгода легко они еще вам сами минуты не надо будет просить поэтому я был так сказал то есть сегодня в этой области в айтишной не айти 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 вот так программирование тестирования нет такой проблемы до вас перец и чего-то такого что вас тормознет вот эти два года там легко добираются легко добирается на на опенсорс счастливы ребята и успехов как с первой работой но дальше уже проще